дорогие друзья всем привет вы на музыкальном канале крик бэнд и сегодня у нас рубрика студия на минималках в этой рубрике я рассказываю о том как в минимальных условиях я пишу музыку записываю обрабатываю я сегодня расскажу вам как я записываю гитару на примере кавера который я делал на славу марлоу посмотрите вообще кавер как я его сделал напишите в комментариях понравилось вам или нет или это вообще лажа какая-то в общем это мой был небольшой эксперимент сегодня я расскажу про гитару как я записывал у меня нет примочек никаких там покупных железяки я имею ввиду поэтому я пользуюсь гитар риг за вот эти вот годы сколько я им пользовался он мне очень понравился в доверие мне втерся выглядит он вот так единственно что сейчас я продемонстрировать не могу потому что у меня тут в общем микрофон навешан чтобы вы меня слышали но по гитаре гу все равно я думаю однажды сделаю небольшой обзор короче гитар риг выглядит он вот так я пользуюсь пресетом в стайлс альтернатив куртенблум оригинал вот для для перегруза для дисторшена мне кажется куртенблум ну а риг это я сам написал я однажды вы просто удалил случайно или я уже не помню почему в общем он называется куртенблум и это хороший пресет им я и записываю каким образом можно сделать еще можно не ставить на входную дорожку гитар риг а записывать просто акустический звук смысле не акустический а просто записывать звук электрогитар который идет со звукоснимателев со звукоснимателей на вашу дорожку записать его а потом уже на саму дорожку поставить гитар риг и у выбрать выбрать пресет который вам нужен накрутить как надо и будет работать гитара но я так не делаю потому что компуктер у меня очень слабенький и если еще и на каждую дорожку гитар риг вешать ну короче ему будет тяжело обрабатывать столько сигналов поэтому мы и я его берегу в общем я ставлю пресет дорожки дорожки вот они значит эту я в заглушил сейчас но гитару и у нас осталась эта гитара ритмуха я пишу гитару как правило в три дорожки и распределяю их потом в левый канал так нам нужно именно мутировать вы что если я нажму на соло то я пропаду вот значит замутировали все да вот все у нас левая дорожка левая дорожка осталась то есть у меня гитара прописана и я ее именно три раза прописываю то есть я не копирую дорожки а именно прописываю три раза подряд левый канал правый канал собственно и центр еще записывая канал и можно выбирать немного разные пресеты либо этот же пресет регулировать так чтобы у него тембр звучания маленько изменялся можно так еще делать но здесь я так не делал почему я именно записываю и вам рекомендую именно писать левый канал отдельно правый отдельно и центр ну может центр не писать вы можете 8 дорожек вообще написать короче смысл в том что когда вы пишете прям реально играете и потом раскидываете по каналам то у вас стерео картинка будет более натуральная и более естественное нежели если вы запишите гитару один раз скопируете ее отправить одну влево другую вправо но там во первых ничего не изменится особо но можно сделать псевдо стерео это одну дорожку которую ввели влево или ту которую ввели вправо на какие-то там пятнадцать двадцать доли секунды сделать раньше то есть чтобы она начала звучать раньше сдвинуть их по времени вот но смотрите не переусердствуйте потому что можно и в противофазу их поставить в общем я именно пишу три дорожки за скидываю влево-право центр и все просто балансирую что тут от до центр я убрал на минус 2 мне так показалось и это у меня одна партия гитары также я их пустил в групповую дорожку в группу отдельно каждую дорожку с аудио с гитарой я никак не обрабатывал я обрабатывал уже группу в группу приходят три гитары и они обрабатываются динамическим компрессором сейчас что-то крутится здесь в общем динамическим компрессором и ну я вот здесь использую только чтобы он давил всякие выскочки по частотки вроде как вроде как работает мне вроде как нравится я использую сатуратор от фаб фильтр ну опять же просто экспериментирую мне так вроде нравится что побольше искажений но компрессор соответственно но этот компрессор он он сайчейновский здесь сайчейн звочка у меня работает но это другая тема есть эквалайзер я обрезаю здесь где-то от 65 ну во первых что там гитара сама по себе очень низкая но выше и выше не режу и вот для яркости поднимаю да там 4 поднял тысячи и сделал небольшой развал по ширине как бы стереопанораму расширил им и в посылах в посылах у меня есть ревербератор то есть я не ставлю в insert и ревер я его ставлю fx каналом а где он а вот он и на этот fx канал посылаю сигнал с этой гитары и у меня есть ревер можно убрать но я с ревером оставил в общем таким образом я записываю гитару что-то там переписываю куски перетаскиваю если надо но вот и все есть вторая гитара вторая гитара у меня звучит следующим образом то есть здесь у меня уже на какие-то высоких нотах гитарка играет на нижних струнах на тонких и это октава октава по моему но наверное она по добавляет больше такой высоких частот очек она такая поярче вроде весь комплекс гитары поярче становится но здесь я блин сильно не заморачивался я просто на этих же дорожках написал вступление к песне и здесь я писал две гитары не лево-право-середина а лево и право и увожу их я жестко влево жестко вправо можно конечно сказать что так нельзя вроде как некоторые говорят не надо влево вправо до конца если нравится я так и делаю и они как бы звучат нормально здесь у меня есть переборчик значит и я дописал дополнительно дисторшн там что-то я не играл короче и она причем там что-то не строит даже какой кошмар но вот и все вот так я пишу гитару если кому интересно пишите в комментариях я могу вам сохранить минус этого кавера без проблем всем удачи всем пока я напиваюсь снова говорю пока мы не совместимы у меня пустой карман снова я напиваюсь снова говорю пока мы не будем вместе никогда никогда до 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 налоги да Субтитры создавал DimaTorzok